Спасибо вам, пропавшим на войне. Спасибо вам за счастье и свободу. Миллионов советских солдат, защищавших родину в годы Великой Отечественной, так и не дождались дома их родные и близкие. В числе без вести пропавших и жителей Карачаева-Черкесии. Об одном из них расскажет Алла Качаева. Нет России семьи такой, где б не памятен был свой герой. А героев из Карачаева-Черкесии, которые ушли на фронт и защищали родину, более 46 тысяч человек. В их числе и десятки жителей аула Новая Джигута. На этом памятнике высечены имена тех самых солдат, которые порой ценой собственной жизни защищали родину. Среди большого списка и имя Качхана Магомедовича Кипкеева. Он родился и вырос в Новой Джигуте. Окончил среднюю школу, а после, получив педагогическое образование, работал учителем в своем родном ауле. Великая Отечественная война застала Качхана Кипкеева в тот самый момент, когда он проходил срочную военную службу в рядах Советской армии. И больше молодой педагог никогда не видел родную школу. Не стоял возле школьных парт. Ему, как и тысячам солдат, пришлось накинуть на плечи китель, сменить школьную каску на боевое оружие. Печальную и небольшую историю без вести пропавшего дяди бережно хранит Альберт Кипкеев. Он приехал как-то в город Воронеж, Воронежская область. И там, значит, позвонил жене Текеевой, Хаджар, и она решила поехать к нему. Ну, все были против. Почему? Потому что в военное время, как транспорт не ходит, как дойдешь туда-сюда, доедешь. Но она не послушала и поехала туда. Поехала, добралась до того места, откуда написал письмо муж. И там местные, значит, женщины сказали, где она остановилась ночевать. Был, говорит, такой красивый парень, старший лейтенант, возраст, значит, высокий такой. Он сел, говорит, на последний транспорт, последнюю автомашину, которая отъезжала с этого места. И тогда после этого началась бомбардировка данной местности. И после этого, значит, никаких вестей о нем нет. Сколько лет пытались родные найти хоть какую-то обвесточку про политрука Качхана Магомедовича Кипкеева. Но все тщетно. Сегодня жива только память о нем. И легендарная военная песня «Катюша», которая является одним из символов Великой Отечественной войны, в исполнении внучатой племянницы Качхана Магомедовича Кипкеева, шестилетней Ясмины, будет служить напоминанием о нем. И тысячах солдат, которые так и не вернулись в свой родной очар. Расцветали яблони и груши, поплыли в туману над рекой, Выходила на берег Катюша на высокий берег на крутой, Выходила, песню заводила, Просит новость и заварила Про того, которого любила, Про того, чьи письма видела. Про того, которого любила, Про того, чьи письма видела. И обязана сегодняшняя молодежь беречь имена своих героев, Благодаря которым есть возможность учиться, работать и жить под мирным небом. Чтобы не было войны, во-первых. Во-вторых, чтобы они все чтили память павших. Почему? Потому что такую жизнь предоставили они нам. Почему? Если их не было бы, чтобы никто не знает, как мы жили. Алла Качиева, Рашид Токов, Вести Карачева, Черкесия, Узжигутинский район.